Чтобы открыть дверку, в любом случае, как бы бьется об ручку, тем самым его каждый раз портит. Неизвестно, что рука простоит. Антон Крахмалев вздыхает. Не о такой кухне они с женой мечтали. Когда у молодой семьи появились деньги на новую мебель, супруг стал искать среди знакомых, кто может выполнить заказ подешевле. Вспомнил о мужчине, с которым пересекался по работе несколько лет назад. Сделали Максиму заказ и он пропал на две недели. Потом через две недели перезвонил, сказал, что ему необходимо еще раз сделать перезамер кухни. И когда он пришел к нам домой, то есть дома была теща, он сказал, что ему необходимо якобы еще 500 гривен, там на столичницу не хватает. Антон рассказывает, знакомому мастеру за мебель и установку заплатили почти 7 тысяч гривен. Подписали договор, даже расписку о получении денег взяли, но без толку. Я мог ему дозвониться периодически, но он то ли болел, то ли ребенок у него болел, то у него была сломана челюсть, то резко появился гастрит. Ну, явные отмазки как бы. Три месяца в течение этого срока по договору должны были привезти кухню. Прошло, ни денег, ни мебели семья Крахмаленко так и не дождалась. Спустя время, рассказывает Антон, мастер все-таки объявился. Но работа и люди остались недовольны. Кухню пришлось все равно переделывать. Это была кухня полностью без фасадов. Отсутствовали некоторые вообще шкафы. Часть фурнитуры, которую вы видите, вообще была бракована. Чтобы вернуть хотя бы часть денег, семья Крахмаленко обратилась в милицию. Но дело спустя несколько месяцев закрыли. Не помогли и обращения в суд. На удочку недобросовестного мастера год назад попался и Владимир Яковенко. Он в интернете нашел объявление от некого Максима Колосницына. Признается, привлекли невысокие цены. В результате, жалуется Владимир, установили только часть кухни. И то совсем не тут, что хотели. Качеством недоволен. Тем более, мы заказывали ее совершенно в другом цвете. Вот она уже расслаивается. Это прошло буквально три месяца после того, как ее поставили. Большую часть денег, по словам Владимира, мастер попросил заплатить сразу. Отдали 13 тысяч гривен. Мужчина подписал договор, взял расписку и пропал. О том, что самозванец действует по повторяющейся схеме, Владимир узнал гораздо позже на интернет-форумах. Понял, что я далеко не один. Таких случаев по Харькову где-то 10 как минимум. И 4 из них оказалось только в московском районе. В тот же московский райотдел заявление подала и семья Яковенко. И снова дело через время закрывают. Только после решения суда начинает расследование снова. В милиции ситуацию не комментируют. Мол, продолжается следствие. Почему после нескольких жалоб на одного и того же человека дела продолжают закрывать, а следствия затягивают, вопрос остается открытым.